Ну что, друзья, всем большой-большой привет! Приветствую вас на своем канале. Давненько не было видео о работе. Вот сегодня мы собираемся в путь. В путь собираемся, поедем сегодня в Москву. Сейчас заводим двигатель, сделаем обход автомобиля. Посмотрим все жидкости. Машина простояла уже где-то неделю. Так, сейчас поглядим, что тут у нас. Воздух у нас кончился. Нас интересует уровень масла. Так, тормоз-замедлитель. Скоро будем менять масло. Так, смотрите, кстати. Первый контур 4 очка, а второй вообще в ноль ушел. Уровень масла. Уровень маслотей. Запускаемся. Поехали. Выезжаем потихонечку с парковки. Разложил я немножечко все вещи. Залез в прицеп. У меня там еще в прицепе всякое барахло лежало со стройки. Все убрал, чтобы нам в рейсе ничего не мешало. Там всякие провода, удлинители у меня были. Так что все, можно ехать. Единственное, сейчас еще сбросим пробег. Тормоза проверили. Так, после сброса. Вот это вот показание давно не скидывал. Средний пробег. Средний расход на 6000 километров, как вы видели, 29 литров. Нормальный расход. Так что все, едем. И скинул, как вы только что видели, суточник. Суточник или кодометр. Замеряем, сколько мы проедем за этот рейс. Будем наблюдать за расходом. Свет не забываем включать. И потихонечку поехали. Грузиться будем на Ларина. На Ларина находится компания. Под названием Евровент. Повезем вентиляционное оборудование. Извините. Вентиляционное оборудование повезем. По весу, как мне диспетчер говорила, будет 700 килограмм. И этот груз нужно доставить завтра в Москву. Время на данный момент 9 часов 34 минуты. За бортом у нас 30 градусов тепла. Так что замечательная погода. И мы начинаем работать. Что вам интересного рассказать? В первую очередь хотел бы извиниться за прошлое видео. с обзором, так скажем, Scania. Я долго думал выкладывать, не выкладывать это видео. Водитель автомобиля очень хотел заснять видео. Я еще дома посидел, посмотрел его два раза. Думал, выкладывать, не выкладывать. Думал, такое видео интересное получилось. Ну и, короче, решил я его выложить и посмотреть вашу реакцию. Что вы напишите по поводу этого самого видео. Ну, как бы, комментарии я почитал. Очень было интересно. Так что за все комментарии большое спасибо. Вот. Так что, ну, как говорится, что снято на камеру, то не вырубишь топором. За прошлую неделю, в которой я отсидел дома, много что у меня сдвинулось по стройке. Мы сделали обратную засыпку. Сделана была канализация. Выложен был цоколь. Как бы, прошлую неделю бесследно мы, как бы, не просидели дома. Двигались, двигались и развивались в плане стройки. Было перенесено электричество на участки. Оно было перенесено на нужное место. Были сделаны футляры под воду, под электричество. То есть, как бы, все продумываю, стараясь нигде ничего не забыть, чтобы все было в будущем очень четко и комфортно. Чуть не уехал. Туда, куда не надо, ему вбок. Вот. Ну, такие есть у нас уникумы, которые с левого ряда, со среднего, пытаются повернуть направо. Кстати, у меня поворотник перегорел. С перепуга, что ли. Ну, видите как. Должно быть вот так, а получается вот так. Ну, ладно, сейчас приедем на загрузку и поменяем лампочку. Все, друзья, я на погрузочке припарковался под елочками. Сейчас начинаем расчехляться. Расчехлимся и пойдем поменяем пока что лампочку. А то как-то без поворотников ехать, не камильфо. Меня загрузили. Повезем вентиляционное оборудование. По весу здесь, ну, примерно тонна, не больше. Груз весь легкий. Это у нас вентиляционное оборудование. Вот они, коробушки. То есть половину везем воздуха. На хвосте у меня осталось еще место. Вот, смотрите. Отстойки, доворот здесь у нас 3,20 примерно. И сюда вот один европолет вместе смело. Поэтому на это место сейчас будем искать какой-то догрузик. Я думаю, что что-нибудь мы сегодня найдем. И уедем из Тольятти за хорошую ставочку. Говорил я вам, что у меня перегорела лампочка. Сейчас мы ее проверим. Если она сгоревшая, то обязательно заменим. Потому что я сегодня пока до загрузки доехал. Как-то, знаете, мне очень комфортно ехать. Когда ты не можешь предупредить сзади идущий автомобиль о своем намерении повернуть направо или налево. Так, смотрим, что тут у нас. Ни хрена не вижу. Да. Лампочка сгорела. Волосина телепается. Втыкаем сюда новую лампочку. Кстати, уже давно я сюда не лазил. Пора бы уже и поменять. Все. Все, пойдем проверим. Лампочку воткнули. Сейчас аварийку включу. И поглядим. А, ну давайте, знаете, что еще? И заодно габариты включу. Посмотрим. Габариты и поворотник. Ну, аварийку включил. Горит, горит, горит. А вообще, как бы не горит, а светится. Вот. Здесь у нас две лампочки стоит. Дублирующие здесь. Тоже две. Что-то, знаете, не очень мне нравится. Во время моргания противотуман. О, фу. Думаю об одном, говорю о другом. Во время моргания поворотника, обратите внимание, немножко питание проседает на габаритах. Есть повод задуматься. Так, ладно. Ну, пока что все хорошо. Закрываем все это дело крышкой. Закручиваем. И идем оформлять документы. Документы, я думаю, уже готовы. Скоро будем выезжать. Все, отлично. Лампочку выкидываем в мусор. Остальное, вроде бы, у нас все светится. Переместился я с улицы Ларина на улицу Ларина. Только на другую цифру. Приехал забирать грузик. Я же вам говорил, что у меня остается место. Вот, смотрите, что я взял, 4 поддона. Вот, 3 поддона приготовили. Раз, два, три. Сейчас еще один поддон будет. Это у нас автомобильные коврики. Вот, такие вот резиновые. Каждый коврик в индивидуальной упаковке. Эти коврики у нас на ладу и весту. Такие пластиковые, дешманские. Вот. И сейчас мы эти все коврики запихаем вот сюда вот в свободное место. Так что бесплатно в этот раз в воздух точно не повезем. Я всегда стараюсь. Если есть место, то это место чем-нибудь полезным занять. Потому что свободное место, это дополнительные деньги в мой кошелек. Так, это я засовываю документы. Нагрузили мы еще две коробки с документами. Мы их положим вот сюда, чтобы они не мешались. Все, сейчас сюда вот аккуратненько расположим 4 поддона и поедем в Москву. Поехали. Поехали. Так, ну что, друзья. Все, загрузили. Теперь я доволен. Пустого места не осталось. Можно и выезжать. Потихонечку выезжаю из города. А тут у меня приключения нарисовались, незапланированные. Ехал я, ехал. Получается, поехал не поверху моста, вот, а по низу. А тут оказался ремонт дороги. И дорога пошла вправо через давсервис. И вот видите, едем козьими тропами. Козьими тропами едем, по-другому не назвать. Выбираемся из города. Это вот из-за того, что мост, получается, разломали, его начали ремонтировать. Теперь с некоторых выездов, получается, невозможно попасть на новый мост. И вот такими вот дорогами мы выезжаем. Это просто ужас. Хорошо, что я более-менее легкий. Вот, ребята, видите, тоже что-то там по объездам по каким-то ехали. Все, слава богу, вырулили на основную дорогу. Ну, и теперь по прямой, по прямой, по ровненькой. В сторону Москвы. По прямой, по прямой, по прямой! По прямой, по прямой! Приката Петometра, der�대, королев cleaner. короче друзья всем привет у меня наступил новый день новый день наступил я выгрузился и уезжаю с выгрузки а тут дтп коллега заезжал на территорию и прямо только-только-только на моих глазах за сандалил киев болинки и жалко была новая киев хера он ее всадил вообще жалко водилы или водятлы а кто хозяин где хозяин вот он сейчас обрадуется я не знаю где хозяин это просто водители фуры что привезла нам товар грубо говоря ну понятно это не наша машина вообще а это с вашей территории что будем ждать гаишников а вы ко мне с этим вопросом мне надо ехать старайтесь это уже не мне решать это ваша машина так вот это ваша машина нет моя с той стороны стоит что это такое это все вопросы к водителю я сам с той стороны стою ждут наблюдал всю эту картину да сочувствую вдруг сочувствую а где водитель да вон машинец так а да я только подошел сам блин что же делать то что они будут ждать гаишников или че или отъедет меня выпустить мне то не проскользнуть здесь надо убирать этого маза вот блин а я то тороплюсь я сильно тороплюсь мне надо ехать а тут у нас ГТП дорогу перегородили я так думаю то что можно глушить машину и ждать пока они разберутся разъедутся все сфотографируют пойдем тоже понаблюдаем всю эту картина это че это KIA Sorento да по моему Sorento Prime хорошо все все вышел блин друг че сказать только мои соболезнования каска хоть есть ну и слава богу не переживай нервные клетки дороже у меня куча планов блять на ближайший месяц ну понятное дело как и обычный машина была хороша ну давай удачи ну вот немножко проезд освободили так что теперь поеду и я ну что друзья вот и выгружают первый палет добрался я до Москвы как вы видите уже нету ковриков которые здесь лежали здесь лежит уже другой груз вот и выгружают вентиляцию сейчас буквально 20 минут и я буду свободен свободен буду поедем домой сегодня после обеда гружусь в сторону дома грузиться будем каким-то оборудованием с открытым тоннажом планирую взять 22 примерно тонны посмотрим какой будет груз если получится его правильно разложить по осям то возьмем чуть побольше приедем за хорошие деньги домой вот такая вот работа друзья там загрузился привез в Москву выгрузился бабки в карман получил и счастливый и довольный все всем пока